Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. До отопительного сезона осталось всего два месяца. К зиме готовы только 14% жилого фонда Петропавловска. Когда нет ничего святого. Вандалы разрушили несколько могил на старом и новом кладбище в рабочем поселке. Бесплатно учиться в США реально. В библиотеке имени Муканова для северказахстанских школьников открылся специальный языковой летний лагерь. 14% от всего жилого фонда готовы к предстоящему холодному сезону. А до него остается не так много времени. Почему жильцы некоторых многоэтажек игнорируют подготовительные процедуры? Какие компании производят промывку и опрессовку системы отопления в Петропавловске? И сколько стоит такая работа? Ответы на эти вопросы узнала моя коллега Ксения Куценко. В подвале у Николая Куликова образцовый порядок. На стенах картины трубы выкрашены в разные цвета, чтобы было понятно, где горячая вода, а где холодная. Все задвижки новые. Это главный элеваторный узел. Бойлер на теплообменник в прошлом году, ровно год назад поменяли. Тот простоял 34 года. Поставили вот этот современный, я его называю конек-гарбунок маленький. 9 подъездных горячей водой. Вот потрогайте, какая горячая вода. Промывку и опрессовку системы отопления здесь провели в начале июня. Это одна из первых многоэтажек Петропавловска, подготовившаяся к зиме. На ежегодные проверочные процедуры ушло 60 тысяч тенге. Все из средств ПК. За каждый квадратный метр жильцы сдают по 20 тенге. Дефектную ведомость веду. Потому что зимой не всю работу можно делать зимой. Заканчивается отопительный сезон. Мы приступаем к выполнению всех этих дефектов. Промывка 30 тысяч, опрессовка 30 тысяч. У нас 5 элеваторных узлов. А вот на эти работы, что мы меняем, там врезки, задвижки, это с денег КСК идет. Такой дисциплине поучиться бы другим. К примеру, этот дом по улице Интернациональной не готовили должным образом к холодному сезону уже несколько лет. Заниматься вопросом некому, говорят жильцы. КСК здесь нет. И, к сожалению, тех, кто игнорирует подготовительные процедуры к новому отопительному сезону, в городе много отмечают специалисты Акимата. Зимой они вместе с компанией Петропавловские тепловые сети проводили встречу с населением. Выслушали жалобы, их было 130. Анализ обращений недовольных показал, в 90% случаев аварии зимой происходят в тех многоэтажках, в которых не проверяли систему отопления. Я не понимаю, до каких пор жилищная инспекция и Акимат будут уговаривать председателей КСК, жителей домов провести мероприятие подготовки к отопительному сезону, чтобы не было претензий. Ведь вот это мероприятие, которое тепловые сети мы ставим перед этим, позволяет значительно получать комфортный тепловой режим в наших домах. Поэтому я еще раз хотел бы обратиться к председателям КСК, ускорить именно подготовку к отопительному сезону. Промывку и опрессовку в городе проводят 6 компаний. Если есть вопросы, их можно задать специалистам жилищной инспекции. Жилищная инспекция каждую среду проводит штабы по поводу подготовки к отопительному сезону с разъяснениями. Председатель КСК часто обращается с проблемами, разрегулировка системы отопления. Мы всегда выезжаем, совместно обследуем с тепловыми сетями, делаем, выписываем рекомендации и устраняем. В этом году отопительный сезон планируют начать 15 сентября. Значит, на подготовку осталось всего 2 месяца и петропавловцам стоит поторопиться. Сейчас необходимые процедуры сделали в 150 домах. Это всего 14% от жилищного фонда. Ксения Куценко, Адель Нуржанов, Новости МТРК. Бренд, сделанный в Казахстане, должен быть узнаваем во всем мире. Такую задачу поставил перед фермерами и аграриями глава государства в своем новом послании. Упор нужно сделать на качество и экологичность. Продукция торговой марки «Зенченко» именно такая. Ее любят не только у нас в стране, но и в соседней России. Чтобы увеличивать экспорт, производители наращивают обороты. В прошлом году в селе Рублевка Акаинского района начали строить молочно-товарную ферму на 600 голов. А на днях туда завезли из Германии буренок сементальской породы. Александра Солмина с подробностями. Вот на таких двухэтажных фурах эти буренки прибыли из Баварии. 284 телочки сементальской породы знакомятся со своим новым домом. В товариществе Иван Зенченко это уже вторая партия заграничных нетелей. Дорогу перенесли хорошо, энергичной и любознательной. Эта порода, в отличие от тех же галштинов, лучше приспособлена к нашим условиям, рассказывают специалисты. Одна буренка стоит около миллиона тенге. В целом на их покупку и строительство фермы потратили около двух миллионов евро. Часть средств заемные взяли у агрокредитной корпорации под 5% на 10 лет. Второе финансирование шло это от Коскома, ранее известного. Коском нам выдал под 14% кредит на 5 лет, из них 10 лет отсубсидировалось. На этой территории будет находиться современный комплекс со всем шлейфом, то есть это все необходимые помещения, оборудование современное. Здесь будет находиться кормовая база, то есть это силостные ямы, современный кормоцех для приготовки качественного корма. Кстати, именно от питания зависит здоровье и удой сементалок, говорят в хозяйстве. В день одна такая буренка будет давать до 25 литров молока. Общий надой 15 тонн. Но это только после того, как они отелятся. А первый приплод здесь ждут уже в начале сентября. Молоко в тот же день будут увозить на завод в областной центр, рассказывает Иван Зенченко. Теперь недостатка их продукции на прилавках точно не возникнет. А товар расходится не только у нас. Любят его в Астане, Карагандеку, Станае, Кургане, Омске и Тюмени. Новое производство – дополнительные рабочие места. В товарищество уже приняли 25 человек. Ждут еще 30. Ухаживать ведь нужно за шестью сотнями породистых буренок. А вот, кстати, и остальные телочки. Они в хозяйстве уже месяц. Здесь им нравится. Еще бы, поилки всегда наполнены, щетки-чесалки есть. За плохое поведение не ругают. Там, оказывается, приученные коровы все. Класски, кричать не надо. Два раза кормление, три раза навод чистим. Скотников выбрали, самых надежных. В этом году в планах у аккаинцев закупить порядка 1600 голов крупнорогатого скота. Предприятие Иван Зенченко завезло почти 40% из них. По району занимается животноводством 52 хозяйства разных форм деятельности. Если раньше основной упор делался на приобретение беспородного скота, то теперь крестьяне стремятся приобретать племенной скот. Это стало выгодным благодаря государственной поддержке. В целом в хозяйствах и подворьях аккаинского района насчитывают больше 24 тысяч голов скота и птицы. Александра Салмина, Желудзбек Ермуканов, Новости МТРК. Осторожно, вандалы! Руки злоумышленников добрались до кладбища в рабочем поселке. В департамент внутренних дел поступило три заявления от граждан. Могилы их родных разбили неизвестные. Хотя таких фактов в разы больше. Какое наказание грозит вандалам, узнала наша съемочная группа. На старом кладбище похоронены тысячи людей. Здесь можно найти могилы 60-х годов. Смотрители говорят, хулиганы частенько здесь орудуют. Ничего святого. В этом году участились акты вандализма на кладбищах в районе рабочего поселка. Хулиганы рушат все, что попадает под руку. Венки, столы, лавочки, оградки, памятники. Усопшие даже на кладбище не могут найти покой. Руки злоумышленников добрались до самого сокровенного. Около десятка памятников перевернуты, а некоторые разбиты. Не лучше обстоят дела и на новом кладбище. Но с 6 на 7 июля здесь вандалы разбили несколько столиков и лавочек. Они осквернили могилу покойного сына Карина Сафарян. Женщина растеряна и не знает, кому обратиться за помощью. Лето, тепло наступило, я всегда здесь живые цветы ставлю. Искусственные я не люблю. И вот просто получилось так, что я через два дня прихожу, и вот эти цветы, горшки прям специально взяты, перевернуты. К сожалению, я вчера буквально удалила эти рисунки, потому что мне каждый раз в телефоне смотреть это больно. Испачкали злоумышленники и надпись на надгробье. Его женщина отмыла буквально на днях. Она боится, что это только начало и дальше может стать только хуже. Если мы сейчас ничего не предпримем, они просто безнаказанно остаются. А безнаказанность – это все дозволенность. Это далеко не единственный факт хулиганства в местах захоронений. 22 июня на старом кладбище Петропавловска по улице Мусрепова представители духовенства во время панихиды обнаружили следы злоумышленников. Как бы, наверное, в насмешку, в иронию, какая-то палка рогатурина была повешена между двумя крестами, свечи, которые были на могилах, вербочки православные, которые по традиции приносятся на места упокоения умерших, были раскиданы в стороны, искусственные цветы. То есть полное безобразие. Даже если не вдаваться в религиозные подробности, это, в принципе, аморально. У каждой веры, у каждой нации, даже в языческие стародревние времена, было особое почтение и уважение к могилам умерших людей. С трепетом относились. Ну, тут, видимо, люди, мало того, что ничего не имеющие в своем сердце, но, наоборот, похоже, там ту пустоту духовную, в первую очередь, заполняет, я думаю, что-то аморальное, низменное, которое выливается вот в такие вот акты. В областной департамент внутренних дел поступило три обращения от граждан по фактам вандализма на кладбище. Санкция статьи «Вандализм» предусматривает штраф до 300 месячных расчетных показателей, либо 75 суток административного ареста. Дарья Пашмынцева, Желдозбек Ермуканов, Азамат Елубаев, Новости МТРК. Выплатить все долги. С 10 июля на дорогах области проводится первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер». Под пристальным вниманием полицейских автолюбителей, которые не заплатили штрафы. Подробности этой работы в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Сейчас идет оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». 72 тысячи административных правонарушений всего за полгода. Североказахстанцам придется заплатить за несоблюдение правил дорожного движения свыше 272 миллионов тенге. Но далеко не все охотно расстаются с деньгами. За 6 месяцев в бюджет государства поступило больше 191 миллиона. Это порядка 70%. На территории Североказстанской области с 10 по 12 июля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Целью данного мероприятия является выявление лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. С помощью автокомплекса «Судебный пристав» выявляются автомашины, у которых имеется задолженность. Передвижной программно-аппаратный автокомплекс у полицейских появился несколько лет назад. Он позволяет мгновенно вычислять в потоке движения автомобили должников. Если вам вычислить протокол, компетенцию нужно будет доводить в УВД города Петропавловск, либо к нам можете в газете встать. Если в течение 40 дней не уплатить штраф, потом в основании частного судебного исполнителя машина будет выговорена на специализированную штрафстоянку. Второй этап операции «Борышкер» запланирован на конец месяца. Ксения Куценко при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел. К другим новостям. Опасная стихия. В этом году в республике утонули 144 человека. Из них 51 – ребенок. Только на прошлой неделе стихия унесла 45 жизней. Каждый третий из них – несовершеннолетний. В печальной статистике среди детей чаще всего жертвами воды становятся мальчики от 3 до 10 лет. Как обстоят дела в нашем регионе, узнаете в следующем сюжете. 15 июня в нашем регионе официально открылся купальный сезон. С наступлением жарких дней северказахстанцы отправились на реки и озера. Как сделать отдых на водоемах максимально безопасным, знают спасатели. Знают и предупреждают. Ежедневно сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям осуществляют рейды по водоему. Летом их провели около 300. Такая профилактика нужна, чтобы огородить детей и взрослых от беды. За прошлые выходные, когда сильная жара установилась во всех регионах страны, утонули 20 человек. В северном Казахстане с начала купального сезона стихия унесла 4 жизни. Двое из погибших дети. Причины из года в год не меняются, говорят специалисты. Зачастую отдых сопровождается распитием спиртных напитков. А в таком состоянии даже для взрослых вода становится опасностью. Купальный сезон с нетерпением ждут дети. Для них поход на озеро или речку – способ весело провести время. Вот только далеко не всегда игры со стихией хорошо заканчиваются. Из четырех зафиксированных получается три случая – это во время купания. Два из которых за 8 июля произошли. Один случай был на реке Ишим, это гражданин 1979 года рождения, работающий сторожем на огородном обществе Кызылжар. Сменщик пришел на работу, обнаружил вещи на берегу. И уже по этим вещам группа спасателей отработала водную акваторию. Второй случай был зафиксирован на озере Имантау. И получается там извлекли местные жители, то есть своими силами, поэтому спасатели там не принимали участие. В прошлом году на данный период было зафиксировано 9 случаев гибели. 50 сотрудников оперативно-спасательного отряда ежедневно следят за тем, чтобы отдых у водоемов не закончился трагедией. Этим летом они спасли троих человек. В первую очередь, говорят специалисты, им приходится вытаскивать из воды людей в алкогольном опьянении или купающихся на диких пляжах. В жаркие дни мы ходим очень часто купаться, потому что дома сидеть не очень хорошо. Наверное, пойдем на городской пляж, а не в таких местах, где катер, например, едет или лодка. Ну, потому что опасно здесь. Ну, мы это знаем, но не ходим. Спасатели напоминают североказахстанцам о правилах поведения на воде. Ответственность за безопасность детей лежит на их родителях. Как оказалось, многие малыши знают, как себя вести на пляже. Далеко не заплывать, не поплавать ни в положенных местах. Если попасться в запрещенных местах, можно утонуть. Если ты не умеешь плавать, если тонешь, там никто не видит, спасателей же нет. Дарья Пашмынцева, Желудосбек Ермуканов, Новости МТРК. Переломы и ожоги. В основном с такими травмами привозят детей в областную больницу. С начала года сюда обратились больше пяти тысяч малышей. О тех, кто проводит лето на больничной койке, расскажет мой коллега Илья Кудряков. С наступлением летних каникул в отделении травматологии детской областной больницы всегда наплыв пациентов. С мая с переломами, ожогами и другими травмами сюда поступили около 150 ребят. Пока родители на работе, дети предоставлены сами себе. Они лазают по деревьям, заборам, чердакам, выбегают на проезжую часть. Черепно-мозговая травма, связанная с падением с высоты. Ну, естественно, скелетная травма. Еще преобладают травмы, связанные с укусом животных. Сейчас преобладают именно автодорожные травмы, падение с высоты. С чем это связано? Ну, то есть с незнанием правил дорожного движения. С целью профилактики этих травм я рекомендую родителям ознакомливать детей именно с этими правилами. Анатолий Лушин угодил на эту кровать 10 дней назад. Лежать ему еще примерно столько же, говорят врачи. Забрался на старый бункер, а когда стал спускаться, подскользнулся, неудачно приземлился и сломал голень. Я живу в деревне. В деревне же есть старая пекарня. И там бункер. Я просто кидал тапки вверх, и у меня заброчился на этот бункер. Я туда залез и упал. Травму можно получить и на водоемах. Порезы, неудачные прыжки с пирсов, падения со скутеров и катеров. Но страшнее всего, когда дети купаются в необорудованных для этого местах. Рассказать о правилах поведения на воде в больницу пришли спасатели. Они показали, как оказывать первую медицинскую помощь, если человек тонет. Главное – привлечь внимание людей. Усвоили ли ребята все эти правила? Если человек начал тонуть, то сначала нужно привлечь внимание окружающих, закрещать, что человек тонет. Потом оглядеться и найти, что может плавать. И попробовать этим докинуть до человека, чтобы он смог взяться. Чтобы избежать несчастных случаев на воде, спасатели призывают родителей не отпускать детей купаться одних. Дети всегда должны купаться при наблюдении взрослых. Если есть взрослые, тогда да, разрешается купаться. Это первое, самое главное. Также хотелось бы отметить, в первую очередь, чтобы обязательно на месте купания был именно спасательный пост, общественный спасательный пост, который будет следить за этим. А в конце ребят ждали интересные викторины и конкурсы от молодежного ресурсного центра. Дети с удовольствием приняли в них участие. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, новости МТРК. А сейчас небольшая реклама. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы продолжаем. В этом году свой юбилей отмечает Жилстройсбербанк. За 15 лет больше 6 тысяч северказахстанцев, воспользовавшись его услугами, получили ключи от собственных квартир. Какие условия предлагает финансовый институт своим вкладчикам, узнавала Алина Быржанова. Большинство североказахстанцев предпочитают брать ипотеку через филиал Жилстройсбербанка. Нелли Решетова сейчас оформляет документы на квартиру. Времени ждать у женщины не было, поэтому половину стоимости жилья она внесла сразу же. Остаток суммы ей дадут под 8,5% годовых, сроком до 10 лет, а также с возможностью закрыть кредит досрочно. Я выбирала долго банк для того, чтобы определиться, где мои условия будут более выгодны. И остановилась именно на Жилстройсбербанке. Мне понравились отзывы об этом банке, понравилась оперативная работа менеджеров. И условия мне вполне приемлемы для меня. Вместе с Нелли на воселе в этом году уже отпраздновали больше 700 североказахстанцев. Это около 80% от общей доли ипотеки в регионе. Чтобы стать вкладчиком банка, нужно открыть депозит, определиться со стоимостью жилья и постепенно накапливать необходимую сумму. Кстати, с апреля прошлого года здесь отменили комиссию за заключение договора. Прошлый год он тоже был рекордным. 10 тысяч новых вкладчиков добавилось в течение 2017 года. А за первое полугодие нынешнего года уже свыше 7 тысяч. По программам Нурлежер готовится к реализации, завершается строительство свыше полторы тысячи квартир. Также в этом году начнется реализация первых домов по СЖС. Всего по индивидуальному жилищному строительству Акиматом начато строительство свыше 200 домов. Также скоро в филиале банка начнут кредитование по новой госпрограмме 7-20-25. Подробности и условия выдачи займов пока обсуждаются. Сейчас одна из приоритетных задач банка – сделать свои услуги доступнее и удобнее. Для этого в мае здесь запустили новый сервис – онлайн-уступку депозитов. Теперь купить или продать вклад можно, не выходя из дома. Ежедневно программой пользуются до 10 человек. При продаже депозита нужно иметь сумму вознаграждения не менее 8 тысяч. Далее они могут продать свой депозит. Сверху этого депозита могут запросить 20% от суммы, которая лежит у них на депозите. А при покупке депозита клиентам необходимо иметь на карте 20 тысяч. Запустился еще один новый сервис – это онлайн-консультация. Клиенты могут консультироваться при помощи в виде звонка. В этом году финансовый институт отмечает свой юбилей – 15 лет со дня основания. В честь праздника лучшие работники жилстроя сегодня получили благодарственные письма от градоначальника Марата Тасмаганбетова и руководства банка. А всех вкладчиков ждали угощения и подарки. Алина Боржанова, Желудузбекер, Муканов. Новости МТРК. Учиться в ведущих университетах и колледжах бесплатно. В этом старшеклассникам помогут ассистенты программы EducationUSA. В областной библиотеке имени Муканова они ждут североказахстанских школьников в специальном летнем лагере. На мини-курсах расскажут, как правильно составить анкету и написать сильное вступительное эссе. С теми, кто планирует уехать на обучение в Штаты, пообщалась Александра Солмина. Рахат Маякенов – полиглот. Хорошо владеет казахским, русским, немецким. Немного знает японский и уже задумывается о китайском. Но пока все силы будущий выпускник отдает языку Шекспира. Недавно даже выиграл конкурс по программе обмена FLEX и следующий год проведет в США. А там уже и вуз выбирать надо. Занимаюсь подготовкой к стандартизированному экзамену по английскому языку IELTS, а также к экзамену SAT, который является основным экзаменом для поступления в американский университет. Я собираюсь поступать на международные отношения, а факультеты в Соединенных Штатах славятся своей базой и академическим преподавательским составом. Поэтому поступить на грант США не так уж и тяжело, если ты готовишься к экзаменам, а самое главное – у тебя есть цель и мечта. Мечта учиться в Америке объединяет этих ребят. Здесь, в летнем лагере, им помогут воплотить ее в жизнь. В течение пяти дней школьники, а это учащиеся восьмых-одиннадцатых классов, будут искать ответы на самые главные вопросы. Мы будем помогать ребятам выбирать университеты, заполнять заявки, как искать финансовую помощь, как искать полные стипендии, какие экзамены необходимо сдавать. Мы сотрудничаем абсолютно со всеми университетами и каждый год у нас есть ребята с Астаны, с Павлодара, с Кустана, если не ошибаюсь, ребята, которые поступают на полную финансовую поддержку с университетов США. Гарвард, Стэндфорд, МАЙТ, Кембридж. Главное – выбрать действительно свой университет. Для этого нужно определиться со специальностью. Сейчас идет предпочтение для STEM-специальностей – это Science, Technology, Engineering и Mathematics. Если на русский язык переводить, это наука, технические специальности, инжиниринг и математические специальности. Два часа до обеда и столько же после. На занятиях в Summer Camping ребятам помогут подготовиться к языковым экзаменам. И все это бесплатно. Мини-курсы проходят при поддержке американского посольства. Александра Салмина, Желдузбек Ермуканов, Новости МТРК. В ближайшие дни североказахстанцам не удастся вдоволь позагорать и насладиться летними забавами. 11 июля, по данным синоптиков, ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра. Местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Также возможны гроза и град. Спасатели рекомендуют принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения о чрезвычайных ситуациях. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Прогноз погоды на среду 11 июля. Ясно, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 22, днем плюс 26. Субтитры подогнал «Симон»